Идут года, но кровоточат раны, врагами нанесенные в бою. Спасибо, дорогие ветераны, за молодость беспечную мою. Во Владивостоке состоялось торжественное возложение цветов к мемориальному ансамблю пограничникам. В мероприятии приняли участие представители органов власти Приморского края, ветераны, а также неравнодушные жители и гости города. Сегодня мы возложили ленту, возложили цветы к памятнику пограничникам. Это делается уже на протяжении более 10 лет. Здесь стала хорошей, доброй традицией для всех владивостокцев. И мы видим очень много тех ветеранов, кто служил в погранвойсках, различных поколений. Радуются, что пришло очень много детей, пришли кадетские классы пограничные. Это добрая традиция отдания памяти в канун Дня Победы. Сохранение памяти об истории героев пограничной службы особенно значимо для Приморья. Именно защитников Родины, которые в разное время служили в пограничной службе в крае, увековечены в названиях улиц и памятных мест. В целом наша граница легендарна, легендарны своими именами. Махалина, Пожарского, конечно, это имена Карацупы, Панюшкина, это Бубенин и Бабанский. Поэтому сегодня здесь мы видим и преемственность поколений, видим уважение к ветеранам. Поэтому такие мероприятия нужно поддерживать. И они прославляют и погранвойска, они заставляют молодому поколению чтить подвиг старших своих отцов, дедов и прадедов, кто стоял в свободу независимости нашей Родины. 9 мая Россия отмечает самую знаменательную для нашей страны дату – 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах и районах края проходят культурные, памятные и просветительские мероприятия. Яна Коган, Новости на Восьмом.